Расследование схемы по торговле водительскими правами Следственный комитет ввел совместно с уголовным розыском и управлением по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД. Подробности дела раскрыли в Следственном комитете. Организатор схемы на днях получил 11 лет тюрьмы. Наталья Ткачук продолжит. Если у него какие-то сложности или неприятности, я за него переживала в 10 раз больше, чем за себя, поэтому прямо было тяжело сдерживать эмоции. Какой он? Он самый лучший. На этом видео Александр Вноченко и его жена Лаура. Она сейчас где-то за границей. Он признан виновным в получении 15 взяток и 15 эпизодов служебного подлога. И на днях получил 11 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. А начиналось все как в романтическом фильме. Александр Вноченко и Лаура Мелконян закончили тюи. Потом встретились в ГАИ, сыграли свадьбу в стиле милитария. Эту милицейскую лавстори снимали как фильм про образцовых сотрудников милиции. Что дальше? Целая жизнь. У нас много планов. Мы вместе их воплотим в реальность. Потому что вместе мы можем все. В 2021 году супруги Вноченко наладили прибыльный бизнес. Торговали водительскими правами. В столичном ГАИ Вноченко отвечал за практический экзамен. Его жена за теорию. В коррумпированной цепочке были замешаны с десяток человек. Рядовые сотрудники ГАИ, причем не только из Террасполя, слободейские госавтоинспекторы, инструктор местной школы и гражданские лица-посредники. Через посредников люди обращались к Вноченко с просьбой помочь сдать экзамен. Он называл сумму взятки от 150 до 800 долларов США. В зависимости от того, нужна помощь при сдаче теории, вождении, либо обоих экзаменов сразу. Права продавали даже тем, кто никогда не учился в автошколе. Примерно половина взяток доходила до семьи Вноченко. Остальное оседало в карманах посредников. Довольно быстро слухи о коррупционной схеме дошли до управления собственной безопасностью МВД. На преступников вышли достаточно просто и банально. Получили оперативную информацию, проверили ее, спланировали и успешно провели оперативно-розыскные мероприятия. Провели все необходимые следственные и процессуальные действия. Схема работала быстро. Клиент получал права меньше, чем за неделю. Причем в период, когда МРЭУ ГАИ работала в ковидном режиме и на экзамены была длинная очередь. Подставной клиент смог снять передачу взятки посреднику. Чтобы добраться до верхушки этой коррупционной схемы, супруга Вноченко дело распутывали почти год. Всплывали все новые факты и фигуранты. Следователи собрали доказательства в получении почти двух десятков взяток работниками МРЭУ. Помимо срока в участнике схемы получили огромные штрафы на сотни тысяч рублей. В деле организатора схемы Александра Вноченко точку поставил Верховный суд. Там дело рассматривали в связи с особой сложностью и большим резонансом. Кассационная коллегия Верховного суда оставила приговор без изменения. 11 лет в колонии строгого режима и миллион рублей штрафа. На сегодняшний день наказаны все фигуранты этого дела. За исключением Лауры Вноченко. Ей в самом начале расследования удалось сбежать за границу. Уголовное дело в отношении Лауры Вноченко в связи с розыском обвиняемой приостановлено. Наталья Ткачук, ТСВ. Субтитры создавал DimaTorzok